Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня я бы хотел вместе с вами поиграть в игру, которую я долго ждал. Называется она Drake Hollow, и чем-то даже напоминает старый добрый слайм-ренчер, ведь здесь мы тоже будем иметь дело с какими-то непонятными персонажами, то ли монстрами, то ли растениями, но давайте начинать. И если вам понравится эта игра, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И да, друзья, пишите в комментиках, хотели бы вы видеть прохождение этой игры. Так, ну а сейчас мы посмотрим, какую-никакую предысторию, хотя персонажа я уже создал. Как бы дело тут такое. И да, у меня с этой игрой связано довольно печальное событие одно. Я как-то в магазине Microsoft увидел, ну у себя на компьютере, что оба-на, она вышла. Сразу бросился ее покупать, хотя цена была довольно высокой, и оказалось, что я купил ее для Xbox. Но Xbox у меня никогда не было. И вернуть деньги назад я тоже не смог. Короче, все это очень грустно и печально. В итоге у меня висит игра для Xbox, с которой я ничего не могу сделать. И пришлось покупать ее второй раз. А вот, кстати, и девушка, которую мы создали, а? Видите параллели? В Слайм Ренчере я играл за девушку, здесь я играю за девушку, и какой-то ворон. Но откуда возьмутся эти странные монстрики, если я нахожусь в городе? Может быть, отходы с этих заводов городских как раз-таки и породили монстров? Пссс, эй, ты! Что такое, ворон? Я иду за тобой. Может, меня просто начинает жестко глючить? И на самом деле монстры не появились, а из-за этих отходов глючит меня. Выпил отравленной воды из озера. Я знаю другой путь. И вот результат. Друзья, не пейте отходы. Угу. Какой путь из этих другой? Я понял. Сюда! Куда-то меня этот ворон заводит. Я, конечно, и не против, ведь там меня ждут приключения, но все-таки ворону в лесу, который с тобой разговаривает, доверять... Стоит! Стоит доверять ворону в лесу. Конечно, конечно. Как может быть иначе? Все мы любим сказки. Так, смотрите. Меня послали найти кого-то, и похоже, это вы. Ага. Дверь, на которой я сижу? Мне нужно, чтобы вы вошли в нее. Честно говоря, это не просто обычная жуткая дверь в лесу. Она больше похожа на портал. Кое-кто с другой стороны сильно нуждается в вашей помощи. В чей? Нашей? Я тут один, ворон. Я не могу заставить вас войти. Вы должны сделать это сами. Но было бы лучше, если бы вы решились побыстрее. Чем дольше я нахожусь по эту сторону, тем больше путаются мои мысли. Я не смогу находиться здесь слишком долго. Я должен вас предупредить, дороги назад может не быть. Неизвестно, когда вы сможете вернуться, и там будет опасно. Ну что, готовы к приключениям? Прошу вперед. Ну офигеть, какой-то непонятный галлюциногенный ворон говорит, ну конечно я поеду, я иду, конечно, ворон. Мог бы и не спрашивать. Сказал бы, вот дверь, Саня, заходи. Я бы зашел сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мы о тьме не договаривались. Там должны были быть милые монстрики. Ну уж никак не тьма. В общем, наша девушка просто-напросто пропала. И проснулась где-то. По-моему, это то же самое место. Ворон меня просто обдурил, куда бежать теперь? Ну ладно, будем идти по тропинке Куда-то она, да, заведет нас И графика мне очень нравится, приятная Такс, что это такое? Гниловик, конечно, меня еще глючит недостаточно сильно Нужно и грибами обожраться Чтоб вообще прямо полный комплект эмоций собрать Такс, эти грибы я тоже соберу Офигенное название для грибов Не знаю, что с ними делать, с гниловиками этими А че-то кроме грибов-то можно собирать, Ворон? Ты хоть расскажи, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Че здесь творится? Ну давай, поговорим с тобой О, у вас получилось, так-то лучше Мысли ужасно затуманились, без обид Но я ненавижу переходить Честно говоря, я не был уверен, что вы сможете перейти Я уже начал терять надежду Кажется, ее и так немного в последнее время Добро пожаловать в Волощину Боюсь, раньше здесь было лучше Частично это из-за этого вы здесь Следуйте за мной, я все объясню Кто мы, дружище? Я и вы, друзья Вот, все понятно Да, он обращается к нам ко всем Ребята, мы с вами настоящие спасители Ворон, подожди Мы тут уже все собрались Сейчас будем творить разные штуки Я умею прыгать даже Чудо Но я хочу собирать хлам Так, что за... Я приволвился сюда по просьбе старого друга Кое-кого с вашей стороны изгороди, кого я знаю очень давно Было бы лучше, если бы вы все узнали от нее напрямую Она оставила мне эту записку Поиск нового воина Дорогой мудрый воин Я знаю, как помочь тебе и мандрагорцам Тебе нужно найти воина Сильного духом и телом И любящего животных Ищи его, когда живая изгородь истончится Приведи его, чтобы он закончил то, что не смогла я Ему нужно будет работать сообща с мандрагорцами Чтобы вернуть их силу И найти мои талисманы, спрятанные от уничтожителей Найди воина, это единственный способ спасти лощину Сара Хоу И вот мы здесь У вас есть та энергия молодости, которая нам нужна Изгородь истончилась И судя по этому разговору Вы обладаете даром общения с животными Ну да, ворон, я очень люблю животных, особенно котиков Вороны тоже классные Ну и мандрагорцы, может быть, будут классные Пойдем, мне бы хотелось, чтобы вы кое-что попробовали И кое с кем встретились Погнали Я уже читал, да, или нет? Да, я уже читал эту записку Блин, а я точно иду в правильном направлении Ворон А, ёлки-палки Мог прыгнуть в отходы и уже никогда бы не всплыл Ну а теперь я двигаюсь в правильном направлении Как здесь оказались все эти катера Доски, корабли, растения, кусты, камни, облака, звезды Все, это маяк, опаньки Маяк это хорошо Ворон Че, мне прыгать или не прыгать? Ладно, я прыгну И прыгну еще раз И еще раз Похоже, высота никак на меня не влияет Я могу прыгать и не могу разбиться Это здорово Блин, у нее супер ноги сильные, развитые Смотрите, как она скачет Охренеть Ну давай, Ворон После небольшого похода пора приниматься за дело У меня есть пара идей насчет вас Хочу их проверить Выяснить Действительно ли мне удалось выбрать подходящего человека для этой работы Думаю, вы можете больше, чем вам кажется Лучше убедитесь сами Видите вам ту кучку кристаллов Подойдите поближе Настройте свой разум на то, чтобы разбудить их И смотрите, что произойдет Хорошо Мне интересно было бы прочитать мысли девушки Она такая Че? Что? Какого? Где я? Какие нафиг кристаллы? Вороны? Что? Че ты от меня хочешь? Летающий пернатый друг Я она такая послушная Ну давай И ни одного вопроса не задала Просто сидела, грустила И тут Ворон Супер классно все сложилось Так И кого мы пробудили? Одного из этих мандрагорцев Который будет реально милым Ну на картинках они были супер милые Так, 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 так Все вернулось на круги Ааа Малыш Это живая редька Или пшеница Живая Трава какая-то Блин, они классные Все же Довольно милые Привет, малыши Ну че, будем с вами дружить Сражаться Ой-ой-ой-ой Прячьтесь Это Гары? Это Гары? Из Слайм Ренчера? Так, хлипкая палка Давайте ее сюда Я найду и применение Достать палку И ударить темную сущность Ага, опять темные сущности Они повсюду Я от них не спасусь Так, мне надо с кем-то пообщаться, да? А, ну я взял оружие ближнего боя Все нормально Вот я Угу, надо было ударить Ну че, давайте драться Давайте, вы меня не остановите Я увидел живую редьку Все Теперь я точно буду вас рвать на куски Ворчуны их зовут Ну, блин, довольно слабые, кстати, создания А есть мощи у меня, как у богатыря Пэмс улетели налево Пэмс улетели направо Просто раскидываю в разные стороны Ну, а теперь нужно посетить мудрого ворона Давай, мудрейше Вещай Рассказывай Вы встретились с нашими дорогими союзниками Мандрагорцами И победили кучку этих противных дикарей Очень даже неплохо Мандрагорцы очень дружелюбные Они доверчивые и постоянно страдают из-за этого Но они уже не такие, как раньше Захватчики Эти уничтожители, о которых я говорил Они устроили жуткий беспорядок Поэтому здесь немного боятся новичков Со склонностью к дракам Вам придется побегать, чтобы заслужить их доверие Мандрагорцы часто хотят есть и пить И впадают в долгую спячку К сожалению, земля в плохом состоянии Все, что можно вырастить, отравлено, несъедобно Вам нужно будет как-то очищать еду Прежде чем кормить их Мне кажется, вы сможете что-то придумать Помните, как вы настраивали связь с помощью кристаллов? Это ваш дар Приложив немного усилий, вы сможете сообщить мандрагорцам, что вам нужно создать И они сразу же примут Соберите немного древесины и создайте очищающий котел Как только справитесь, возвращайтесь ко мне, я расскажу, как им пользоваться Вот, возьмите парочку осколков света камня для начала Они понадобятся для создания котла И возьмите целебную мазь Это все, что у меня есть Но если вы собираетесь разобраться с теми ворчунами Она вам понадобится Вы научитесь делать ее самостоятельно Достаточно скоро, после того, как используете имеющуюся Так, хорошо, а это что у нас? Это у нас лечебная мазь И немножечко осколков света камня Теперь нужно срубить дерево, собрать древесину И... А что, а как срубить дерево? Палкой что ли бить его? Ну, смотрите-ка, хранилище Гниловики, можно хранить в хранилище, да? Ну, давайте Так вот, будем кормить гниловиками наших мандрагорцев Только они куда-то попрятались Где-то под землей опять сидят Классно, обожаю, когда палкой можно ломать огромные деревья Маленькой палкой Огромные деревья Да, правда, древесины падает довольно мало Короче, надо собирать все Вот что я усвоил В подобных играх Ничто Никогда не бывает лишним Все в быту пригодится И все можно скромить мандрагорцам Так, собрать древесину Блин, с одного дерева падает только одна древесина Каких размеров, интересно, будет этот котел Даже страшно представить Просто пришлось срубить пять деревьев Это как бы немало Ну ладно, выбрать сооружение Здесь вы можете выбрать доступные для создания сооружения Котел гораздо меньше Пока доступен только котел, да? Ну а куда бы его поставить? А, как его повернуть-то хоть? Повернуть Шифт Плюс колесико Ну ладно, это ни на что как бы не влияет Я не знаю, где у котла перед, а где зад Поэтому можно поставить его прямо здесь Давай, малыш, вылази Не бойся, не стесняйся У меня есть гнило-грибы Они тебя взбодрят Будешь таким же веселым Эй, а Черт Я думал, он котел хочет под землю загнать И почему из древесины получился котел? Ну я не знаю Он, наверное, забрал древесину Съел ее и переварил в металл Жесть Или добыл металл под землей Ладно, ворон Попытайся мне объяснить Я ничего не понимаю Отличная работа Неудивительно, что у вас получилось Переходим к самому важному Использование котла Вам предстоит немножко поисследовать остров Чтобы найти пару вещей Сок и волчьи ягоды Соберите хотя бы по 4 единицы А потом подойдите к котлу И бросьте все туда Вскоре после этого ягоды и сок очистятся И ими можно будет накормить мандрагорцев Осознание того, что вы приготовили им еду Должно помочь им понять, что вы не причините им вреда Хорошо Какой-то нужно собирать сок и ягоды А вот только где? А волчьи ягоды собраны Похоже, это они и были А вот сок Может из этих деревьев? Нет А хапка листьев Это явно не то А из чего можно получить сок? Может быть Из других растений Например, вот этих? Нет, это рогоз Больше похожий на камыш Но, а сок? А мусор, мусор Может быть сок в мусоре? Нет, это просто лоскуты и обрезки А если я пойду по указателю То я просто вернусь к своей главной базе Оп Выстрел из мушкетона Сок, я нашел сок Это, друзья, оказывается Не просто какой-то древесный сок Или ягодный Это сок Баночный Ну или коробочный В общем Надо искать какие-то объекты Горы, мусора, машины Как следует их отколошматить И оттуда можно будет получить Пару порций сока Иначе похоже никак Ну, конечно Я буду по пути бить и все остальное Потому что сок может вывалиться Из самого неожиданного места Но все же примерное понимание есть Так Тысячелистник Это не то Давай сюда сок Еще один сок Отлично Лоскуты и обрезки Опа, прикольно Смотрите, карта здесь большая Мой мешочек Есть палка Еще одна палка Стрела какая-то И три упаковки яблочного сока Смотрите-ка Я что-то вижу Я что-то вижу Какой-то Это мусорка Ха-ха-ха Эй Так не договаривались мы Алло Ты должен Ты должен был быть Соком А не ворчуном Что-то как-то обидно Ворон меня не предупреждал Что так бывает Так Ну, что-то я не вижу Поблизости Не Ну, смотрите Опа А что это такое-то? Ребята Глядите Короче Какой-то Это голубь Это ворон Только Это сорока Сок есть Почем сок? Да, это сорока Здравствуйте И добро пожаловать В мир чудес Называемый Сорочьей лавкой Если у вас есть Сверкающие предметы Я именно тот ценитель С которым вам можно поговорить По одному взгляду На вас Мне так же понятно Что вы обладаете Утонченным вкусом Думаю, мы с вами поладим Осмотритесь Изучите мой товар Я всегда стремлюсь К выгодной сделке И расширению Своей обширной коллекции Редких И замечательных Сверкающих предметов Заходите каждый день Новые товары Поступают каждое утро Так А сок Есть у тебя Сок Понимаешь О чем идет речь Сок Во, я куплю сок А как купить сок? Мне Что это такое Вообще Что Что это такое Ну Я могу продать Допустим Охабку листьев Да Сок стоит Девять Ээээээ Ну Че так дорого-то Ну Хорошо Это Охабка листьев Это Наверное Те самые Гнилогрибы Которые я собирал Но Почему-то Решил оставить Там У себя Дома Ну Ладно Я все равно Их заберу И использую В качестве Валюты Ай-яй-яй Воу Вода Ядовитая Нифига себе Использую В качестве Валюты Попозже Создать Талисман От эфира Или Путевые точки В чудо-мастерской Чё, зачем мне это? Мне нужно сложить в котёл волчьи ягоды и добавить немного сачка. Тогда всё будет классно. Ну, давай. О! Это ведь не мандрагорец вылазит из котла, нет? Всё хорошо. Хе-хе-хе, сразу хавать. А поделиться с куришем своим ты не желаешь? Да, он весёлый, конечно, весёлый. Но надо делиться. Найден Глиппели. 30% критического урона. Опыт Глиппели повышен. А второго как зовут засранца? Нафет. Везунчик. 20% выпадения дополнительного лута. То есть получается, друзья, запасы мандрагорца. Окей. Объём накоплений. Вы делаете больше, чем нужно. Вы делаете меньше, чем нужно. Вы делаете именно столько, сколько нужно. Они сами будут атаковать врагов? Или они увеличивают мои пассивные характеристики? Я пока этого не совсем понимаю. Но, блин, какие они милахи. А можно что-то с ним сделать? Хе-хе, какой классный. Давай сюда улучшение своё. Да, улучшение можно на себя накладывать. Так это работает. Ну, окей. Окей, буду знать. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, игра вам нравится. Потому что мне она, в принципе, нравится. Интересно будет узнать, что будет дальше. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Счастья вам. Субтитры сделал DimaTorzok